Первый этап наложения непрерывного матрацного шва аналогичен по технике наложению простого узлового шва. После выкола иглы через ближний край раны вяжется по всем правилам первый фиксирующий узел. Далее иглу перезаряжают в обратном направлении, как при наложении П-образного шва. Третьи и последующие стежки выполняются с чередованием направления вколов иглы. Продолжение следует... Для предотвращения расхождения крови франы при наложении последующих стежков ассистент удерживает нить в натянутом состоянии по направлению выкола иглы. Длина нити при наложении любого непрерывного шва должна быть достаточной и определяется протяженностью шиваемого участка. Последний фиксирующий узел вяжется следующим образом. Предыдущий стежок шва полностью не затягивается. Под него продевается половина свободного конца нити так, чтобы с одной стороны получился двойной конец, а с другой – одиночный. Подтягивая за концы, прижимаем незатянутый стежок и затем вяжем узел обычным способом. На завершающем этапе срезаем свободные концы нити первого и последнего узлов с соблюдением соответствующих правил.